Здравствуйте! В эфире программа ArtCode. Шифр для вас буду подбирать я, Анна Руда. Вчера в Гродненском областном драматическом театре состоялось торжественное открытие 19-го международного фестиваля православных песнопений «Каложский благовость». На нем побывала и наша съемочная группа. И проповедь, проповедь, Троица, Троица, Одиносутная, Одиносутная, Одиносутная. Сердце к сердцу, душа к душе. 19-й международный фестиваль православных песнопений «Каложский благовость» собрал рекордное количество коллективов – 37 хоров из 11 стран. Это не просто музыкальный конкурс, хоровой конкурс, но это показатель уровень молитвенного предстояния пред Богом. То есть молитвенно служение певчих. Священник служит, псаломчик служит и певчие также служат. В Древней Церкви хиротонесали певчих, то есть посвящали в певцы. И вот сейчас, конечно, эти традиции мы возрождаем, и вот это молитвенное делание, которое наполняет особым духом песнопение. Вот может спеть профессиональный хор, отлично все музыкально, выстроено, а духа этого нету молитвенного, нету переживания этих певчих, вот этого личного переживания общения с Богом. Вот когда оно появляется, вот тогда и результат этот. На открытии выступил обладатель Гран-при 18-го международного фестиваля «Мужской хор Всехсвятский. Прихода в честь всех святых города Минска. Регент Дмитрий Токмаков». Песня «Мужской хор Всехсвятский. Прихода в честь святых города Минска. Регент Дмитрий Токмаков» Песня «Мужской хор Всехсвятский. Прихода в честь святых города Минска. Регент Дмитрий Токмаков» Гродненская епархия активно привлекает к участию в фестивале детские хоры. Ребята также с молодых лет учатся молиться через пение. Растет и состав представленных стран хоров и их программы. Так в этом году впервые выступят коллективы из Финляндии, Эстонии и Нидерландов. «Лейтесь, лейтесь небо с руки, как отрадно в вас мечтать и в том леньях сладкой муки умирать и оживать». Мы ожидаем гостей из нашей соседней Польши, из города Белостока. Приедет архиерейский хор. Большой, замечательный хор «Наши друзья». Также давно не было у нас коллективов из Сербии. И вот в этом году мы наших слушателей порадуем прям двумя коллективами. Это многочисленный большой состав из города Белграда, церковный хор и вокальное трио «Аллилуйя» – профессиональные музыканты. Кроме того, высоким хоровым мастерством слушателей порадуют коллективы из Румынии. Перед гродненцами и гостями города выступит хор семинаристов из города Сучава. Перед гродненцами и гостями города Сучава. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Этот фестиваль как раз является не только поводом для этой радости, но и великолепной причиной для этой радости. Мы учимся радоваться по-настоящему, радоваться духовному. Как и говорится в известном стихе, в тексте Прокимна, в одном из стихов, «Все языцы восплещите руками и воскликните Богу глазом радования». Вот мы сегодня именно и восплещим руками, и воскликнем Богу глазом радования. Субтитры подогнали Симон. Не только для области, но и для всей Республики Беларусь и ближнего зарубежья данный фестиваль стал интересен. Интересен своими традициями. Это уже 19-й фестиваль, который показывает значимость взаимодействия Республики Беларусь с Беларусской Православной Церковью. Учреждениями образования, культуры, спорта уже реализовано множество проектов, которые принесли пользу. Вместе с Беларусской Церковью мы работаем с молодым подрастающим поколением. А эпифиозом всей этой работы, конечно же, является культурная составляющая, в данном случае православное песнопение, которое раскрывает душу человека, формирует коллективный подход. Ведь не секрет, что именно в хоре каждый голос является важным и в целом получается коллектив. Мы бы хотели привить в среду коллективизма для молодого поколения. Ну а для каждого посетителя сегодняшнего фестиваля это возможность окунуться в духовность. И я думаю, это таинство для каждого останется таинством, потому что эта музыка рождает самое благородное чувство. Фестиваль православных песнопений раздвигает восприятие традиций стран, которые выступают на мероприятии. Ценность калужского благовеста не просто возможности встреч и концертов, но и в знакомстве и передаче певческих традиций, которые, безусловно, обогащают духовный мир каждого. С нами Бог, разумейте язык, и покоряйтеся, яко с нами Бог. Фестиваль в нашем церковном обиходе получил название «Духовной весной», потому что в Великий пост церковной терминологии называют «Духовной весной» временем духовного возрождения. И поскольку с преддверия Великого Поста у нас, как говорится, фестиваль начинается, и Рождество заканчивается, и Пасхе подготовка подходит, и Срай, и Сретение праздник, когда Бог с человеком встречается. И все это как бы сочетается, символизируется с нашим цифформом музыкальным. Действительно, в нем заложен потенциал весны. А что такое весна? Это возвращение жизни, полноценной жизни, конец спячки, пробуждение, радость солнышка, радость пения птиц, радость жизни. Вот такую радость и духовность жизни, и, видимо, дает нам калужский благовест. Это такой потенциал, такой, как говорится, импульс, на котором держит целый год. Это весна год кормит. Так вот такая духовная весна, она кормит нас целый год. Вот этим потенциалом, молдивственным потенциалом, духовным потенциалом, который исходит из этого фестиваля. И здесь не просто приезжают музыканты и делятся своим искусством, певческим, композиторскими достижениями своего народа, своего местопребывания. Они делятся духовным опытом молитвы. И никакой профессиональный хор достигнет того чувства молитвы, как хор, который поет в церкви. Знаменитые эти, так сказать, музыкальные коллективы, но все равно, если они не поют в церкви, это чувствуется концерт. А когда даже три бабушки наши пропоют в церковном духе, это сразу сердце сердцу весь подает. И, конечно, любой человек, который не имеет церковного опыта, может быть даже, так сказать, предвзято относится к церкви в какой-то степени, по каким-то причинам, но почувствовав, что такое церковь изнутри, изнутри молитвы, он, конечно, как-то немного меняется. И его глаза тоже поднимаются к небу, и душа тоже обращается ко Христу. Поэтому оживает человек после этой спячки. И в древних литургиях есть прекрасные слова, которые апостол Павел приводит в одном из своих посланий к христианам. «Восстань спящий, воскресни из мертвых, и освяти тебя Христос». Вот действительно, он мог бы быть как бы эпикрафом к нашему фестивалю. А самоназвание «Халожа» говорит о древности нашей Гродничной. Ну, можно бесконечно говорить о значении гостей, которые приезжают и раскрывают перед нам, так сказать, образ своей молитвы. А в этом году вообще у нас, видите, из Финляндии будет, из Эстонии, с Норвегии даже приедут. Вот, поэтому это замечательно, это прекрасно. И то, что не может сделать политика, политики, то, что не могут сделать наши идеологи, и делают вот такие вот встречи, когда просто верующие люди, люди интеллигентные, люди интересующиеся, живые люди собираются и действительно объединяются вокруг того красивого и прекрасного, что еще сохранилось в нашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова